Мы продолжаем серию видео уроков, посвященных вязанию шапок. Теперь мы свяжем вот такую шапочку-шлем из журнала Vogue Knitting. Вязание шапочки начнём с вязания поперечного ободка. Эта лобная часть ободка выполнена узором из наклонных петель. Эту часть ободка назовём наушником. Эта часть выполнена орановым узором. Эта затылочная часть ободка, а это ещё один наушник. Затем свяжем центральную часть шапочки узором из наклонных петель. Потом боковые поверхности свяжем косами. Ну и в конце работы сошьём центральную часть с боковыми поверхностями шапочки. Ну а теперь приступаем к работе. Шапочку мы будем вязать вот из такой пряжи. Это шулана и пряжа называется Роял Альпака. 78% шерсти и 22% шёлка. В 50 граммах 110 метров. Для работы нам потребуется два таких моточка. Шапочку мы будем вязать на спицах диаметром 4,5 мм. Кроме того, нам потребуются ещё кольцевые спицы диаметром 4 или 3,5 мм. Итак, сначала мы свяжем вот такой ободок, который, кстати, может быть и самостоятельным изделием и использоваться как повязка для головы. Работу мы начнём с вязания наушника. Затем мы свяжем затылочную часть ободка узором из наклонных петель длиной 10 сантиметров. Затем продолжим вязание, свяжем ещё один наушник. Потом вяжем лобную часть ободка узором из наклонных петель длиной 12,5 сантиметров, ну или в зависимости от вашего размера длина этого участка может быть. Закончим вязание ободка вот так и затем сошьём ободок трикотажным швом встык. Вот в этом месте можно пришить пуговку. Если это не шапочка, просто повязка для головы, то с одной стороны этой повязки может вязаться просто кромочная из снятых петель, а с другой стороны можно обработать несколькими рядами платочной вязки. Итак, начинаем вязание и работу мы начнём с вязания вот этого наушника. Это схема наушника, её надо смотреть в полной экранном режиме. Для вязания наушника мы набираем 12 петель. Две из них это кромочные петли. Количество петель в этом элементе сначала постепенно увеличивается, потом уменьшается. И когда мы закончим вязание наушника, на спицах будет опять 12 петель. Итак, вспомогательной нитью мы набираем 12 петель. Мы начинаем работу с вспомогательной нити, чтобы потом аккуратно выполнить трикотажный шов. Итак, мы набираем на спице номер 4,5 обычным образом 12 петель. Теперь мы провяжем два ряда чулочной вязкой. Первый ряд будем вязать лицевыми петлями, а второй ряд, это изнаночный ряд, провяжем изнаночными петлями. Теперь вязание продолжим основной нитью. Оставим конец нити длиной примерно 15-20 сантиметров. Вяжем подготовительный ряд, это изнаночная сторона работы. С изнаночной стороны ободка мы будем кромочные петли вязать изнанкой. Вот и сейчас в этом подготовительном ряду кромочную петлю мы провяжем изнанкой. Затем мы провяжем 3 лицевые петли, 4 петли изнаночные, и еще 3 лицевые петли. И последняя петля, это кромочная петля, в изнаночных рядах мы ее будем вязать изнанкой. Это лицевая сторона, теперь мы приступаем к вязанию первого ряда узора. Когда мы закончим вязание ободка, то после того, как мы соединим ободок крок с двух сторон ободка, мы будем поднимать петли для продолжения работы. Чтобы сделать это аккуратно, лучше кромочные петли вязать так, в лицевых рядах лицом, в изнаночных рядах изнанкой. Это лицевая сторона, поэтому кромочные петли с лицевой стороны мы вяжем лицом. Затем мы вяжем 3 изнаночные петли, а на следующих 4 петлях мы свяжем косичку, другими словами выполним перехлест с наклоном вправо. Для этого 2 петли снимем, расположим за работой. Следующие 2 петли провяжем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем также лицом. Затем провяжем 3 изнаночные петли и закончим вязание кромочной петлей в лицевом ряду. Мы ее будем вязать лицом. Вяжем второй ряд. Это изнаночная сторона, поэтому кромочную провязываем изнаночкой. Затем провязываем 3 лицевые петли и в этом ряду мы начинаем прибавлять петли. Прибавить петли можно из протяжки, надев протяжку на левую спицу. Вот так. А потом провязать скрещенной петлей. Но в данном случае лучше набросить петельку. Вот так. На правую спицу набросить петельку и продолжаем вязание. Теперь провяжем 4 изнаночные петли. Опять добавляем 1 петельку. Вот так. Затем вяжем 3 лицевые петли. Заканчиваем вязание кромочной петлей. В изнаночном ряду мы ее провязываем изнаночкой. Теперь вяжем третий ряд. Это лицевой ряд. Кромочную провязываем лицом. Затем вяжем 2 изнаночные петли. Продолжаем. Прибавление петель. Добавим 1 петельку. Вот так. Теперь перекрещиваем 4 петли направо. Для этого 2 петли снимаем и располагаем за работой. Провязываем лицом следующие 2 петли. Потом петли, которые мы располагали за работой, одеваем на левую спицу и тоже провязываем их лицом. А если сказать другими словами, мы выполнили сейчас перехлёст. Теперь 2 петли снимаем и располагаем перед работой. Это мы перекрещиваем петли с наклоном влево. Следующие 2 провязали. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем лицом. С этой стороны мы тоже добавляем 1 петельку. И затем мы провязываем 2 петли изнаночной. Последняя петля кромочная, мы её провязываем лицом в лицевом ряду. Поворачиваем работу. Вяжем 4 ряд. Это изнаночная сторона. Изнанкой провязываем кромочную. Затем вяжем 3 лицевые петли. 1 петельку добавляем. Сейчас идёт интенсивное прибавление петель. Затем мы провяжем 8 изнаночных петель. Вот мы провязали 8 изнаночных петель. Теперь добавим и с этой стороны 1 петельку. Затем провяжем 3 лицевые петли. И заканчиваем вязание этого ряда, провязав кромочную петлю изнаночной. Теперь вяжем 5 ряд. Это лицевая сторона работы. Кромочную провязываем лицом. Затем провязываем 2 изнаночные петельки. 1 петельку добавляем. А теперь перекрещиваем 2 лицевые и 2 изнаночные направо. 2 петли снимаем и располагаем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Петли, расположенные за работой, одеваем на левую спицу. И провязываем их изнаночной. Вот так. Следующие 4 петли перекрещиваем с наклоном влево. Для этого 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу. И также провязываем их лицом. Затем 2 лицевые петли и 2 изнаночные петли перекрещиваем влево. Для этого 2 петли располагаем перед работой. Следующие 2 петли провязываем изнаночной. Снятые петли одеваем на левую спицу. И провязываем их лицом. Затем и с этой стороны добавляем 1 петельку. В конце ряда провязываем 2 изнаночные петли. И последняя петля кромочная мы ее провязываем лицом. Теперь вяжем 6 ряд. Это изнаночный ряд. Кромочную провязываем изнаночной. Затем провязываем 3 лицевые петли. 1 петельку добавляем. Затем вяжем 2 изнаночные петли. 2 лицевые петли. 4 изнаночные петли. 2 лицевые петли. 2 изнаночные петли. 1 петельку добавляем. И затем провязываем 3 лицевые петли. В вязании заканчиваем кромочной петлей. В изнаночном ряду это изнаночная петля. Теперь вяжем 7 ряд. Это лицевой ряд. Провязываем лицом кромочную. Затем провязываем 2 изнаночные петельки. 1 петлю добавляем. Затем перекрещиваем 2 лицевые и 2 изнаночные петли направо. Для этого 2 петли снимаем и располагаем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу. И провязываем их изнаночной петли. Затем вяжем 2 изнаночные петли. 4 лицевые. Затем 2 изнаночные. Затем 2 лицевые и 2 изнаночные перекрещиваем влево. 2 петли сняли и расположили перед работой. Затем провязываем 2 изнаночные петли. Снятые петли, а это лицевые, одеваем на левую спицу. И провязываем их лицом. Затем добавляем 1 петельку. В конце ряда вяжем 2 изнаночные петли. И последняя петля кромочная. Мы ее провязываем лицом. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Вяжем 8 ряд. Провязываем изнанкой кромочную. Затем провязываем 3 лицевые петли. 1 петельку добавляем. Затем вяжем 2 изнаночные петли. 4 лицевые петли. 4 изнаночные петли. Затем 4 лицевые петли. Мы здесь вяжем по рисунку. Лицевые петли лицом, изнаночные петли изнаночкой. Затем вяжем 2 изнаночные петли. 1 петельку прибавляем. Заканчиваем вязание 8 ряда. Вяжем 3 лицевые петли. И последняя петля это кромочная. В изнаночном ряду мы ее провязываем изнаночкой. Вяжем 9 ряд. Это лицевая сторона. Кромочную провязываем лицом. Затем вяжем 3 изнаночные петли. Теперь перекрещиваем 2 лицевые с 1 изнаночной направо. Для этого 1 петлю снимаем, располагаем за работой. Следующие 2 петли вяжем лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем ее изнаночкой. Затем провязываем 4 изнаночные петли. Следующие 4 петли перекрещиваем влево. 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Затем провязываем 2 лицевые петли. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем лицом. Затем провязываем 4 изнаночные петли. Затем 2 лицевые 1 изнаночную перекрещиваем налево. 2 петли сняли и расположили перед работой. Следующую петельку провязываем изнаночкой. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их лицом. Заканчиваем вязание этого ряда. Провязываем в конце 3 изнаночные петли и кромочную петлю провязываем лицом. Мы провязали 9 ряд. Вяжем 10 ряд. Это изнаночная сторона. Кромочную провязываем изнаночкой. Затем вяжем 3 лицевые петли. 1 петельку добавляем. 2 изнаночные петли. 5 лицевых петель. 4 изнаночные петли. 5 лицевых петель. 2 изнаночные петли. 1 петельку добавим. Заканчиваем вязание 10 ряда. Провяжем 3 лицевые петли. И кромочную петлю провязываем изнаночкой. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Приступаем к вязанию 11 ряда. Кромочную петлю провязываем лицом. Дальше ряд вяжем так. 3 изнаночные петли. 2 лицевые петли перекрещиваем направо с 1 изнаночной. Для этого 1 петлю снимаем и располагаем за работой. Следующие 2 петли вяжем лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу. И провязываем изнаночкой. Затем 3 изнаночные петли. Следующие 4 петли перекрещиваем направо. Для этого 2 петли снимаем и располагаем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу. И также провязываем их лицом. Следующие 4 петли перекрещиваем налево. Для этого 2 петли снимаем непровязанными и располагаем перед работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу. И провязываем их лицом. Затем 3 изнаночные, затем 2 лицевые перекрещиваем с изнаночной налево. Для этого 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Следующую петлю провязываем изнаночкой. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем их лицом. Заканчиваем вязание ряда и провяжем сейчас в конце 3 изнаночные петли. И кромочную петлю мы провязываем лицом. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот начало нашей работы выглядит так. Вяжем 12 ряд. Это изнаночный ряд. Кромочную провязываем изнанкой. Дальше вяжем так. 3 лицевые петли. 1 петельку добавляем. 2 изнаночные петли. 4 лицевые. 8 изнаночных петель. 4 лицевые петли. 2 изнаночные. С этой стороны тоже добавляем 1 петельку. Заканчиваем вязание ряда, провязывая 3 лицевые петли. И кромочная петля в изнаночном ряду провязывается изнаночкой. Вяжем 13 ряд. Это лицевой ряд. Кромочную провязываем лицом. Дальше ряд вяжем так. 3 изнаночные петли. 2 лицевые перекрещиваем с 1 изнаночной петлей направо. 1 петлю снимаем, располагаем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу. И провязываем изнаночной. 2 изнаночные петли. Теперь перекрещиваем 2 лицевые с 2 изнаночными направо. Для этого 2 петли снимаем и оставляем за работой. Следующие 2 петли провязываем лицом. Снятые петли одеваем на левую спицу и провязываем изнаночной. Теперь вяжем 4 лицевые. Следующие 2 лицевые перекрещиваем с 2 изнаночными налево. Для этого 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Следующие 2 петли провязываем изнаночной. Снятые петли одеваем на спицу и провязываем лицом. Затем провязываем 2 изнаночные петли. Теперь 2 лицевые перекрещиваем с 1 изнаночной налево. 2 петли снимаем, располагаем перед работой. Следующую петлю провязываем изнаночной. Снятые петли одеваем и провязываем лицом. Заканчиваем вязание ряда. И в конце провязываем 3 изнаночные петли. И 1 петля кромочной провязываем ее лицом. Мы связали 13 ряд.